Друзья, приветствую вас на своем канале «Жизнь в стиле Прованс». Сегодня хочу рассказать про малоуходные цветники, про растения, которые растут на них, про уход за этими растениями и как выглядят эти цветники в реальной жизни. И еще в этом видео будет вальс весенних цветов. Приглашаю вас к себе в гости и приятного просмотра. Весна вступила в свои права. Сад с каждым днем становится наряднее. Каждый день распускаются новые весенние цветы. Сегодня хочу сделать обзор вот этой клумбы, которую я смело могу назвать малоуходной. При обзоре этой клумбы, может, вы возьмете что-то интересное себе на заметку, а потом воплотите в своем саду. На этой простой клумбе у меня получились довольно-таки неплохие декоративные сочетания растений. Расскажу кратко, как создавалась эта клумба. На газоне я разметила очертания этой клумбы. Отделила ее от газона бордюром, перекопала землю и приступила к посадке растений. Эта клумба делит неширокое длинное пространство за домом и делает зону отдыха, где стоит стол с лавочкой, более уютной. Это место с лавочкой и столом очень живописно смотрится, когда распускается виноград Изабелла и образует вот такую шапку над лавочкой и столом, где всегда приятно отдыхать в жаркую погоду. На этой небольшой клумбе находится довольно-таки много растений. Хвойные кустарники, деревья, цветы и разные декоративные растения. Уход эта клумба не требует, все растет само по себе. Единственное, осенью на ней нужно будет обрезать растения, которые не декоративны. Конечно же, эта клумба не стала малоуходной за один год. На это потребовалось несколько лет. Нужно немножко терпения, а затем просто наслаждаться красотой. Земля на этой клумбе ничем не замульчирована. Единственное, что я постаралась побольше на ней высадить, почвопокронных растений, которые эмульчируют землю, не дают расти сорнякам. Ну а теперь подробно о всех растениях, которые растут на этой клумбе. Начну сначала с самых крупных. Перед вами ива хакура нишики, которая растет прямо в середине вот этой узкой клумбы. И прекрасно смотрится, посмотрите, она с другими растениями, которые растут под ней. На этой клумбе растет также туя смаракт. Я ее сформировала на ножки. Еще два крупных растения на этой клумбе, которые растут на заднем плане. Это ель коника, которая была пересажена осенью сюда. Прекрасно она прижилась, дает уже молодой прирост. И по бокам коники растут две спиреи, Gold Flame, которые тоже были пересажены прошлой весной сюда. Ну а сейчас перехожу к менее высокорослым растениям, декоративным, которые у меня растут на этой клумбе. Это бузульники. Вот такие красивые декоративные растения. Они летом еще зацветают желтыми цветами. Листья довольно-таки крупные. У меня здесь растет два куста, два разных сорта. На этой клумбе у меня еще есть одно красивое декоративное растение, но оно просыпается довольно-таки поздно. Это Роджерсия. Вот только-только показалось из земли. Также на этой клумбе растут у меня разные декоративные хосты. Только-только тоже показались из земли. Когда цветут тюльпаны, здесь поднимутся хосты. Также на этой клумбе у меня растут несколько кустиков котовника. Сейчас перехожу к почвопокровным растениям, которые и делают эту клумбу малоуходной. Первое растение, которое перед вами цветет белыми цветами. Это арабис. Полное цветение. Это ранний весенний цветущий почвопокровник. Цветет довольно-таки долго. Сейчас перед вами белый арабис, махровый. Обратите внимание на сочетание арабиса и мускариков. Как это красиво смотрится. Если вам понравилось такое сочетание, вы также можете посадить эти цветы в своем саду. Мне очень нравится синий с белым. А это розовый арабис. Он зацвел намного раньше белого. У него не махровые цветы, но тоже очень милый и красивый. Тоже выращивала из семян. Вот семена арабиса розового, который сейчас растет перед вами. Я тоже посадила не так давно рассаду. В рассаде он выглядит вот так. Вот такая вот тоненькая, кажется, рассадка. Но скоро я тоже ее высажу себе в сад. Арабис можно посадить еще не поздно. Он успеет и взойти, и вырасти, и за лето окрепнуть на клумбе. А потом порадует вас в следующем уже сезоне. Также на этой клумбе растет гвоздика перистая. Рядом с ней яркого желтого цвета. Это очиток едкий. И еще флоксы шаловидные разных цветов и сортов у меня есть. Декоративный лук тоже люблю. Разный. Вот это низкорослый. Будет со стежелтыми цветочками. Абриета тоже цветет очень рано весной. Прекрасный тоже почвопокровный. Тоже можно вырастить из семян. Посмотрите, как красиво разросся флокс шаловидный. Вот такую образовал плотную подушку. Растет в подножии туй и прекрасно себя чувствует. Тоже возьмите на заметку, что можно сажать вот такой прекрасный почвопокровный цветок даже под хвойными растениями. Сейчас он на бутонах, но можно представить, когда он зацветет, что это будет просто лавина из сиреневых цветочков. Вот именно флокс шаловидный мне помогал бороться здесь с сорняками на этом пространстве. От забора от соседей идет сныть. Со снытью, как вы знаете, справиться очень сложно. И он практически ее победил. Первые годы я, конечно, там долго полола и упорно. Но сныть все равно вырастала, пока не разросся флокс шаловидный. Конечно, сныть кое-где еще пробивается, но не в тех объемах, которые были раньше. Флокс весь на бутонах. Скоро здесь будет просто облако сиреневых цветов. Посмотрите, как с другого ракурса смотрятся красиво подушки флокса шаловидного. Вот так вот он плотно закрывает землю. Еще хотела вам показать красивое сочетание, на мой взгляд, растений. Кто только собирается сажать и формировать клумбы, принцип формирования клумбы, на заднем плане мы сажаем высокорослые растения. Потом следующий ярус идет, среднерослые растения. И самый край клумбы мы высаживаем почвопокровные низкорослые растения. Тогда клумба будет смотреться красиво и гармонично. На мой взгляд, неплохая композиция из разнообразных растений получилась вот в этом уголке клумбы. На заднем плане ель коника, две спиреи. Конику подбивает брунера. Сейчас она цветет нежными голубыми цветами и тоже дополняет оттенки этой клумбы. Их там две брунеры. Одну просто немножко сейчас не видно из-за высокорослых тюльпанов. Разнообразные тюльпаны разных сортов и цветов тоже собираются зацветать. Край этой клумбы подбивает флокс шаловидный. Также на этой клумбе у меня растут анемоны. Вот эта белая только собирается зацветать. Она зацветает немножко попозже. На бутонах анемона красная. Вот такая красивая подушка. Фиалка белая. И анемона вот такая еще синяя будет зацветать скоро. Когда только формировалась эта клумба и растения все были маленькие, конечно же сюда я подсаживала однолетние цветы. Теперь мне этого делать не нужно. Клумба получилась малоуходной. Все растения разрослись, закрыли почву. Требуется мне теперь только осенью прийти обрезать какие-то декоративные растения, чтобы клумба ушла в зиму чистой. А сейчас в моем саду начался вальс весенних цветов. Камнеломка зацвела. Прекрасный почвопокровник цветет вот такими нежнейшими цветочками розовыми. Как же красиво сейчас цветет весеннецветущая спирея. Вот такой вот фонтан из белых цветов. Музы recognise�. Музыка. 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 часто в комментариях под моими другими видео люди спрашивают неужели мы все это делаем вдвоем с мужем некоторые сомневаются и подозревают что у нас какие-то есть тайные помощники но если бы они были это было бы хорошо некоторым моим зрителям кажется что мы работаем на своем участке в саду в огороде с утра до ночи не разгибаясь но это конечно же не так почему мы работаем по минимуму и в тему этого видео мало уходные клумбы я скажу что конечно же мы заранее все продумали перед вами сейчас еще одна из клуб которая малоуходно она отсыпана крупным песком и гравием внизу лежит агро волокно вставлю фотографию потому что все равно будут вопросы что за алгор а волокно какой именно каким агро волокно пользовалась я это тоже вот такая большая клумба современная которая тоже отсыпана щебнем песком и внизу лежит агро волокно и на ней высажены разнообразные растения друзья при желании можно облегчить себе труд на своем садовом участке это создать малоуходные клумбы две из них отсыпанные я вам уже показала одну простую которая создана просто на земле и посадить туда те растения которые вам помогут бороться сорняками разные почвопокровные растения посадить их покучнее поплотней и тогда работы будет меньше но это я вам рассказала о своем опыте выращивания декоративных разнообразных растений и цветов у себя в саду друзья спасибо за просмотр моего видео и до встречи на моем канале надеюсь видео для вас было интересным и полезным